Привет, друзья! Вы смотрите Банальная ТВ, с вами Турбо. И сегодня мы с вами посмотрим на игрушку, которая называется Manor Lords. Это такой симулятор средневековой деревни, средневекового города. Игра еще пока не вышла, но у меня есть ранняя версия, поэтому мы с вами сегодня на нее посмотрим. Как вы знаете, я люблю градостроительные симуляторы различные, но достаточно редко их снимаю, потому что, ну, на канале не так много зрителей, которые любят подобный жанр, но надеюсь, что вам понравится, и вы поддержите эту серию лайков. Вот, давайте начинать. Игра очень ожидаема людьми, там что-то больше двух миллионов этих добавлений в желаемое, поэтому посмотрим. Я уже некоторое время наиграл в эту игру, часиков пять где-то, так, посмотрел, что кого. А вот, можем создать своего персонажа. У нас есть несколько картинок, фотографий, так скажем, иконок на выбор. Давайте вот эту возьмем, Джейкоб. Значит, имя постоянно меняется. Ну, давайте у нас будет Турбо. В целом, ничего новенького изобретать не будем. Турбо. Можно выбрать герб какой-нибудь. Даже не знаю какой. Что-нибудь интересненькое. Можно попробовать, выбрать. Ну, пусть будет вот такая штука. И бочка. Ну, вот мне нравится. Нормально, нормально. Можно цвет поменять. Ну, в целом, я хочу, чтобы основной был желтый, а вот дополнительный... О, вот так вот. А бочка? Это цвет бочки? Да, это цвет бочки. Бочку можно попробовать какую-нибудь... Нет, коричневого не очень как-то. Ну, серая бочка. Нормально. Все, мне нравится. Мне нравится продолжать. Есть несколько сценариев. Путь к процветанию. Здесь развитие. Здесь не будет никаких, так скажем, бандитов, никаких разбойников, никакой войны. Короче, это чисто такой мирный режим, просто чтобы, так скажем, спокойно поразвиваться. Да будет мир. Здесь уже немножко другое. Тут две территории на севере присыл себе барон, чей замок располагается за пределами карты. Строите, расширяйте свое поселение, никуда не торопясь. Будьте готовы. Ну, короче, здесь имеется, так уже, так скажем, военная часть игры. Здесь нужно захватить все регионы, чтобы победить. И есть на грани. Вам нужно отбить все атаки и довести свое поселение до уровня большой город. То есть здесь тоже что-то такое жесткое. Я думаю, что можно вот этот взять. Да будет мир. Взять стандартный уровень сложности. Я думаю, что здесь ничего менять не будем. Но так здесь, на самом деле, реально много чего можно настроить под себя. Здесь карту нельзя выбрать. Здесь тоже ничего нету. Начать. Так как это ранняя версия, здесь еще не прям все функции доступны. Но все равно играется уже очень даже хорошо. Мне игра уже понравилась. Она очень прям детализирована, очень красивая. И сейчас вы это увидите. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Итак. Игра у нас загрузилась. И вот так вот выглядит наше начальное поселение. У меня немножко графика, короче, стоит не на максималочках. Поэтому, так скажем, анимации немножко дерганы. Новое сообщение. Сначала расстраивайте свой город и улучшайте усадьбу. А когда соберете силами, заявляйте претензии на регионы, принадлежащие соседям. Я объединю все эти земли. Так, давайте посмотрим на карту. Такая у нас карта. Мы находимся слева карты. Слева снизу. Да, вот у нас есть несколько, так скажем, стран, если можно так выразиться. Только я вот не до конца понимаю, как работает эта дипломатия. Сверху у нас есть какие-то бароны. С которыми можно как-то взаимодействовать. Есть вот еще регионы различия. Причем, видите, два из них желтые, остальные белые. Короче, с дипломатией я не до конца еще разобрался. Так. Где мы находимся? Так, у вас эти... Блин, мне надо, наверное, вертикальную синхронизацию включить. Так, вроде разрывов нет. Не знаю, видели ли вы их или нет. Так, мы находимся вот здесь вот. А что у нас есть на карте? Здесь есть ягоды, богатая залежь ягодов, ягодов, ягод, дикие звери. Железо, очень много железа имеется. Блин, слушайте, тут неплохо с ресурсами. Тут постоянно это рандомится по-разному, но здесь сейчас прям хорошо по ресурсам. И глина есть, и камень есть. Все имеется. Так, ну а изначально нам надо заняться добычей дерева и добычей еды. Я думаю, что дерево можно поставить. Ну, я думаю, что прямо вот здесь вот вставим, получается, лагерь дровосеков. Лагерь дровосеков. Как-то вот здесь вот поставим. И сразу проведем к ним дорогу. Мне все понятно? Мне все понятно, спасибо. Так. Да блин, надо будет выключить. Вон у нас есть основная дорога. Можно, кстати, о, можно прямо вот так вот провести. Оп. Все красиво. Очень нравится, как процедурно все это генерируется. Еще есть интересное, смотрите, можно нажать вот так вот. И просто взять да побегать по нашему городу, по нашей деревне. Посмотреть как тут, что происходит. Здравствуйте. Здравствуйте. Вон идет мужик с мечом, не с лопатой. Нормально. И сейчас они будут строить, соответственно, вот этот вот лагерь дровосеков. То есть, посмотрите, видите, они подвозят. Подвозят ресурсы, начинают возводить. Все красиво. Это прям прикольно выглядит. Что-то там стучат, что-то делают. Возводится у нас, соответственно, сам домик. Хорошо, выглядит прикольно. Мне прям нравится. Мне прям нравится. Балдеж, балдеж. Ну, графон, блин, для градостроительной игры, это, ну, просто, просто пушечка. Просто пушечка. Это я еще не на максималочках играю, но выглядит все равно бомбезно. Мне прям нравится. У меня сегодня голос что-то, не знаю, слышно вам или нет, такой немножко хриповатый. Так. Ягоды. Вот здесь у нас находятся ягоды. Значит, нам нужно поставить что? Правильно. Хижина фуражеров. Это пацаны, которые будут добывать ягоды. Я думаю, что вот прям вот так вот на дороге можно поставить. Я думаю, проблем мы с этим испытывать не будем. Нам показывают, что нам нужен амбар, потому что у нас есть припасы. Да. Вот здесь дерево. А вот здесь хлеб. Вот хлеб будет портиться. Хлеб будет портиться. Бездомность, это понятно. Короче, нужно склад, амбар тоже построить сразу. Но мы дерево как раз сейчас... У нас еще есть. То есть мы берем... Вот сюда заходим. Здесь у нас имеется амбар. Я думаю, что прямо вот здесь вот его где-то можно поставить. Давайте. Поставим здесь амбарчик. Интересно, у нас здесь такая дорога идет. Блин, да что с голосом? Ребят, извиняюсь, что такой голос сегодня у меня. Но я ни при чем. Так. На меня-то все рассказывает о ваших совершениях. Я лишь хочу защитить свои права и свое доброе имя от посягательств недоброжелателей. Надеюсь, вы не будете судить обо мне по тем слухам и сплетням, что распространяют недоброходы. Недоброходы. Все-таки недоброходы. Я вообще не знаю. Написать ответное письмо. Давайте напишем. У меня нет никаких прав либо согласования, либо объявления. То есть можно War Surprise сделать. Можно что-то про серебро спросить. Либо можно ему сказать, что у него нет, ну, видимо, у него, да, нет никаких прав. Ну, давайте. Он бесправный. Он никто вообще. Что он там пишет мне что-то, да? Я даже не знаю, кто это. Я даже не представляю, кто это. А, уже построили. Смотрите, мы нажимаем, да, на вот эту вот хижину. И здесь мы выбираем семью, которая будет работать. Мы нажимаем плюсик. И здесь одна семья начинает работать. Можно аж 4 семьи. Тут дополнительно можно выбрать зону, где они будут собирать. Но в целом, если не выбирать, то они сами будут бегать туда, куда надо. И тут можно посмотреть, как они работают. Можно даже на него нажать. Вот он идет. Бежит, бежит, бежит. Побежал, побежал. Блин, далеко, да, далеко. Далеко хижина. Все, я пошел собирать ягодки, короче. Вот так вот. Так, амбар строится. Семье требуется больше места под свой ларек. Вот, видите, тут еще есть прикола. Есть такая тема, что люди, которые работают, да, например, ягодами занимаются. Там, не знаю, хлеб пекут. Ну, короче, некоторые, даже многие ресурсы, они могут продавать на рынке. А чтобы построить рынок, мы заходим вот сюда вот. Подождите, куда? Торговля. Фактория. Нет, подождите, не торговля. Блин, я уже забыл, куда надо заходить. Собирательство. Склад, амбар. Пункт погрузки. Давайте я с вами посмотрю, чтобы потом... Вот рынок, да. Рынок находится в жилье. Где бы сделать главный рынок? Ну, как будто бы... Он может быть так. Надо еще подумать, где у нас будут дома. Я думаю, может быть, вот здесь будут первые дома где-то вот здесь, вот друг напротив друга. Рынок тогда можно офигануть вот здесь вот. Как-нибудь. Так вот. Вот так вот. 21 ларек будет. Но этого мне хватит, скорее всего, на всю жизнь. Так, еще, кстати. Кстати, из важного. Нужно колодец поставить. О, благо здесь у нас грунтовые воды. Нужно зафигачить колодец где-то здесь. Блин, ну здесь уже... Ну, блин, места нет. Здесь можно поставить. Либо... О, вот здесь вот можно поставить. Давайте я поверну вот так вот. Так вот. Как-то, да? Пенс. Вот он, колодец, друзья. И дорогу сейчас мы тоже, соответственно, проведем. Вот так вот. Может, даже вот так вот. Вот так вот. Нет, это здесь некрасиво. Некрасиво. Во! Вот так вот. И вот так вот. Пенс. Все, красота. Еще, смотрите, здесь сразу что-то толстая дорога сделалась. Не знаю, как это работает. То есть иногда дорога маленькая, тоненькая, иногда толстенькая. Короче, когда как. Все, рынок у нас есть. Вот, уже пришли пацаны. Построили свой ларек, в котором они будут продавать ягоды. Могут себе позволить. Видите, теперь показано здесь, что у них есть свой ларек. Кстати, дерево-то у нас добывают. Блин, я забыл поставить пацанов на дерево. Е-мое, ошибка, друзья, ошибочка. Все, и сейчас пацаны будут добывать дерево. Вот он пошел рубить. Оп-оп-оп. Работает, работает. Бенс, дерево упало. Тут дерево... Да, деревья будут кончаться, соответственно. Также можно построить пацанов, которые будут... Где это? Это вот здесь вот. Которые будут высаживать деревья. Вот есть еще, кстати, дом дровосеков. Тоже важные типы, потому что у нас есть... А, сейчас покажу. У нас есть топливо. Видите, у нас 20 дров. И этих 20 дров... А, ну пока вообще никто ими не пользуется, потому что никто нигде не живет. Кстати, пора строить дома. Ну, нам надо древесину накопить немножечко. Короче, топливо тоже понадобится, потому что это очень важно. Это очень важно. Еда и топливо, это просто, ну, самое важное, что здесь, грубо говоря, есть. Есть у нас одобрение. Видите, у нас 45% было 50, стало 45, потому что... Бездомные, видите, минус 5. За последние 30 дней люди без дома. И им это не нравится. Давайте даже две семьи поставлю на дровосеков. Пусть добывают древесину. Нам надо подкопить дерево. Даже можно три семьи поставить вот так вот. Чтобы добывали дерево. И чтобы, соответственно, построить нам... Вот тут вот жилой небольшой квартал. У нас, видите, 10 человек живет. Вот, это 5 семей. То есть по 2 человека на семью. Вот. Строитель созавершено. Новые отряды наемников. Короче, подкопить немножко древесинки. И построить сразу... Можно сразу будет 6 домов на будущее построить. Я думаю, что здесь по 3 дома вполне влезет. Припасы под открытым небом. Видите, промокли. Вот, это потому что... А то, что в амбаре никого нет, да? В амбаре работай, дядя. Он должен все перенести, блин. Ошибка. Оп. Видите, собирают, в амбар кладут. И оно в амбаре не будет портиться. Это очень тоже важно. Так, сколько нам нужно на дом дерева? На дом дерева нам требуется 2. То есть 2. То есть 10 дерева нам надо. У нас есть 11 дерева. Давайте сначала вот мы 3 домика построим. Я думаю, вот с этой стороны. Тут будет 3 дома. Ну да. Можно причем смотреть вот так вот подальше, если делать. Блин, сейчас. Да, ёперный театр. О, видите, у них будут пристройки. Пристройки это тоже прикольная тема. Можно будет прокачать дома. И потом там они смогут себе огород посадить. Либо там курочек выращивать. Коз. Можно будет делать там пивоварню и так далее. Короче, можно будет делать так, чтобы жители тоже, так скажем, занимались бизнесом. Санимались бизнесом. Так, у нас... Ну-ка, вот так вот сделаем. Пусть строят. Чел, который в амбаре, кстати, потом тоже сможет продавать. Вот это, вот это же... Вот это, я не знаю, как работает. То есть... Кстати, тут уже... А, нет. То есть чел просто занимается тем, что охраняет товары, но может их продавать. Не знаю, как это работает. Но делать он это тоже может. Так. Все, домик строится. В общем-то, смотрите, как красиво. Красота. Какая же красота. Посмотрите. Бэнс. Домик практически готов. Опа, заборчик. Все, дом готов. Балдеж. Балдеж. И здесь, смотрите. Вот. Можно возвести пристройку. Да. Но за это мы тратим достаток региона. Достаток региона зависит, так скажем, от торговли. То есть мы потом сможем торговать различными ресурсами. Поэтому как бы... Да. Вот. И еще у каждого жилья есть требования. Видите? Доступ к воде. Уровень духовности. Количество топлива на рынке. Продуктов. Выбор ткани. Короче, много чего влияет. Прям много чего влияет. Вот. Это тоже достаточно интересно. То есть нужно, так скажем, прокачивать удобство наших жителей, чтобы их дома прокачивались. Тут интересная такая штука. Дерево растет сквозь. Что это вообще такое? Ну-ка. Давайте-ка запрыгнем сюда. Вот он, первый дом, друзья. Первый дом наших жителей. Не могу зайти, жалко. Жалко не могу зайти. Короче, какая-то, я не знаю, что это. Крутую лодку строят или что это такое? Непонятно. Здесь есть даже свой туалет. Вот так вот. Ну, прикольно, да? Согласитесь. То есть вот... Блин, ну то, что вот так вот я бегаю, да? Вот, блин, уровень графона, ну, прям хороший. Хороший. Хороший, да? Вот. То есть вот так вот даже если от третьего лица играть, то прикольно. Ну, блин, это круто. Это круто. Это круто. Так, у нас появился новый человек. Кто-то сюда еще заселился. Здесь теперь три человека. То есть тут, когда ты строишь дома, к чувакам могут присоединяться жители. Это тоже прикольно. Ладно, давайте ускоримся. Давайте ускоримся. Так, надо строить, надо строить дома. Строится, строится нормально. Работают. Работа на работе. Так, что у нас по древесине есть? Можно здесь вообще одну пока семью оставить вот так вот, чтобы быстрее строили. То есть семьи, которые мы никуда не назначаем, они занимаются строительством. И плюс погоняют валов, которые перевозят древесину. Все. Так, уже 13 жителей у нас, видите? Так, ну я думаю, что сразу тогда и с этой стороны можно построить. А, я хотел, кстати, уже по три поставить, а тут аж четыре получилось. Но нормально. То есть у нас три, у нас пять семей, четыре уже есть. Но я думаю, что можно прям дополнительные домики поставить. Блин, а вот тут, видите, оно неровно. Наверное, не получится, да? Ну давайте попробуем, посмотрим, что будет из-за, блин, из-за этого. Что я нажал? Опять, е-мое. Без разметки. Так, вот до сюда. Немножко так вот. Офига себе, можно вот так вот построить. О, с пристройкой. Ну нифига там пристройка может быть, смотрите. Можно вот так сделать, я думаю. Пусть будет так. Ну прикольно то, что оно вот так вот генерируется по-своему, как-то всегда по-разному. То есть у тебя все время будет все выглядеть немножко по-другому. То есть это, мне это нравится. И то, что оно так немножко иногда кривовато все. Ну вот тут вот прям идеально встали домики, смотрите. Блин, просто балдеж, просто балдеж. Вот здесь уже будет немного по-другому. И это будет более живенько, как будто бы смотреться. Потому что, ну, тогда же не было, да, никаких вот там разметок вот этого всего. То есть они как-то все это на глаз сделали. Вот они сейчас и будут делать И у каждого будет пристроечка, балдеж Балдеж продакшн Так Вот сейчас мы можем посмотреть, видите, что нам топлива хватит на 3 месяца А это означает, что нам нужно Поставить пацанов Которые дровосеки Которые будут изготавливать дрова Они валят растущие рядом деревья, изготавливая дрова Я думаю, что можно где-то бы Можно даже вот здесь вот напротив поставить Я думаю, нормально Нормально Ягоды Опа, уровень поселения повысился, балдеж И уровень поселения нам дает прокачку Прокачку, то есть мы можем выбрать Видите, еще много чего недоступного в раннем доступе Но будем выбирать из того, что доступно Иностранные поставщики Ларек О, нифига себе, то есть дрова Но при условии, что Ну пока у нас достаток не очень большой Лего для еды Ну да, достаток у нас Но это вообще полезная штука Торговая логистика Это можно торговые пути дешевле делать Капкарный промысел Удваивает урожай Вот я думаю, смотрите Вот сейчас мы на ягодах Пока мы на ягодах Я думаю, что можно вот это сделать Чтобы урожай был в два раза больше с ягод И это балдеж То есть здесь у нас ягод 118 И сейчас еще рост идет То есть я думаю, что ягоды Это то, что нам сейчас нужно То, что нам нужно, друзья Так, все Видите, присоединяется еще Мы можем вот так вот тап зажать И мы видим, что вот в этом доме никого нет Никто не живет пока что И в этом тоже А здесь мы видим, что мы можем Возвести пристройку Вот тут можно улучшать Хозяйство То есть сделать второй уровень и третий уровень Но чтобы сделать второй уровень Видите, нам нужен уровень духовности Ну вот это, чтобы все было, так скажем Заполнено Чтобы все было заполнено Ну слушайте, тоже прикольно, смотрите, выглядит Немножко странный забор, конечно Тут я согласен В целом он мог быть вот так, да Но видите, тут границы все-таки тоже имеются Вот, это не очень удобно Но в целом нормально Нормально, прикольно выглядит Дождик идет Блин, ну красиво, посмотрите Ну красота, согласитесь И лужи, смотрите, на дорогах Какие-то вот Вон, смотрите Ммм, кайф, кайф Классно Так, дом дровосеков сделан Секунду Дом дровосеков Где он тут? Я уже забыл Ага, вот он Тоже ставим сюда семью на работу Все, будет заготавливать дрова Потому что А, все, топливо у нас уже на 7 месяцев Откуда они его взяли? Вопрос Подождите, у нас 0 топлива Топлива 7 месяцев Не понял Ну ладно Понятно А, возможно здесь кто-то... Нет Потому что не знаю, откуда у нас топливо на 7 месяцев А, возможно просто они уже заготовили себе топливо То есть они могут относиться к себе Сейчас покажу Вот видите Да, да, да Запас топлива восполнен То есть я так понимаю У нас его не осталось нигде Но им хватит этого еще на 7 месяцев Они просто заготовили себе Так что да Ларек с дров... О, видите, все Кто-то построил себе ларек с дровами Продает теперь здесь дрова Вот так вот То есть рынок немножечко начинает разрастаться Вот смотрите Мы можем вот так вот пойти Здравствуйте Да, мне пожалуйста Хлебушка Ягодок, пожалуйста Да, да Очень вкусно Я могу вот так вот прям насквозь пройти Оп И дровишко себе тоже возьму И пойду... И пойду домой Просто побегу домой Ну, слушайте, красиво, да? Вот прям... Ё-моё, ну... Ну, блин Ну, балдер, друзья Ну, мне очень нравится Мне прям очень нравится Так, а вы откуда вообще здесь торгуете? Ну-ка А, ну это вот эти ягодники Ну, у них тут даже откуда-то еще и хлеб появился Где-то поднатырили хлебушка Так, надо склад, кстати, построить Построить склад нам тоже не помешает Соответственно Можно прямо вот здесь вот, да? Да, блин, чуть-чуть Что там красное, смотрите? А, это уклон, наверное Да, блин, вот он не хочет сюда вставать, видите? А, ну вот так давайте Ну так поставим, нормально будет Нормально будет В целом, небольшая такая древушечка у нас уже готова Ждем новых жителей О, 51%, смотрите Выбор продуктов на рынке плюс 4 То есть балдер Скоро еще эта бездомность уйдет И будет вообще прям хорошо Нужно, кстати, построить церквушечку Церквушечку Это прям хорошая штука Но нам нужно 20 досок То есть нам нужен доскодел, так скажем Который будет делать доски О, новые припасы Что это? По одному селу К счастью Теперь мы должны создать свои знамена Первую когорту воинов Которые станут людям защитой и опорой Ага То есть нам дали 20 копий И 20 щитов, видимо, да То есть мы вот здесь можем зайти И выбрать какую-нибудь армию Ополчение Ополчение еще требуется Нет, ополчение какое-то достаточно сильное Копейщик, наверное, да О, копия Но людей нам не хватает А, древковое оружие Нет, подождите, нет Пикинер Во, во, пикинер Ну почему у нас 36 человек? Надо непонятно У нас всего 10 есть Бойцов Но можно завербовать наемников, кстати Местные душегубы Лесной брат Но пока не будем, ладно Пока не будем Склад строится Склад нам тоже нужно, наверное, Блин, назначить человека Но пока мы не можем Хотя вроде они сами туда все несут Да, да, да А, вот это Разбирают оружие Бойцы разбирают оружие Новые наемники доступны Но пока нам не интересно Короче, нам нужны доски Нужны доски 15 древесин у нас есть Древесина растет Древесина здесь Складе Ну, надо поставить человечка Ладно Блин, ну нам нужна еще семья Нужна еще семья Пока никто не хочет нам приходить У нас 50% Вот будет 55 Я думаю, кто-нибудь придет О, 51 О, хорошо 51 Это уже приятненько Здесь ребятки работают Все, дрова делают Приходят за дровами Видите Блин, ну класс Опа, часть припаса украли разбойники Не понял Подожди А, так это не у нас украли Мы вообще не там Нифига мне об этом писать Ну ладно Так, я думаю, что где-то здесь Прям можно рядом поставить Все-таки уже лесопилочку небольшую Пилораму, да Можно прямо Там дорога должна пройти будет Можно прямо вот здесь, да Где-нибудь пилорамочку поставить Немножечко Вот так вот Бэнс И провести дорогу Пройдет Блин, не пройдет ее Первый театр Вот неприятно, да Вот как будто бы здесь Она могла бы пройти Но не может, видите Ладно, придется вести Как-то с этой стороны Можно даже вот так вот, да Как-то вот так вот Опа Нормально Будет так, блин Ну обидно, что вот здесь Как будто бы можно, да Пройти Блин, если они будут реально Вот так вот ходить Все время с той стороны Это не очень круто Немножечко обидно Немножечко обидно А, нужно Нам нужен строитель Так, ой Кого? А кого, блин? Здесь везде по одному человеку работает Что там по дровам у нас? О, топливо кончается, видите На дровах нам нужен человек Давайте изомбара уберем Пока типа Пусть строит Пусть строит А вот дрова нам реально нужны Дрова нам нужны И это проблема Нам нужна еще семья Нам нужно, чтобы кто-то еще приехал Приезжайте, друзья В нашу деревню У нас очень прекрасно Кстати, можно название деревни поменять Где-то Только я не помню где Может быть Вот так вот на карте Можно вроде было как-то менять Друзья, напишите Если вы шарите А во, вот здесь Давайте это будет турбоград Турбо Турбоград Такой маленький турбоградик Чтобы мы не путались Балдеж Турбоград, друзья На связи, е-мое Это приятненько Так, строится здесь Нам нужны еще люди Друзья, реально Приезжайте, ну не пожалеете Вообще ни капельки У нас очень хорошо Вон два домика пустуют Новенькие, красивенькие Смотрите Ну круто же Круто же Так, ну ладно Пилорама, давай пили Пили, дружище Нам нужны досочки Нужны досочки Дрова вроде появляются Немножечко вроде бы Нормально начинает хватать Еда вообще 22 месяца То есть реально Вот с едой С ягодами проблем не имеется Причем потом эти ягоды Еще можно будет из них делать Эти Красители Вот Это для одежды Там и так далее И будет вообще красиво Кладовая материала Заполнена Все, делаю досочки Приятненько Приятненько Причем из одного бревна По-моему 5 досок Получается уже И здесь досок Там по-моему 20 досок Надо для церкви И Блин, вот здесь колодец Вот здесь бы Как будто бы встало бы Хорошо Или вот здесь вот Можно будет поставить О Шесть Все, у нас шесть семей Друзья, обалдеж Обалдеж, шесть семей Вот это здорово Давай сюда Еще досочек поделайте Будет красиво Кто-то заехал в этот дом Приятно, приятно Да Это круто Да-да Это круто Иногда пишут Кладовая материала заполнена А, ну понятно Все, что одно бревно Может только помещаться И как бы да Все, доски имеются Все, давайте построим церквушечку Деревенская церковь Да, у нас все хватает Ух, блин, она огромная Юперный театр Вот, наверное, как-то вот Вот как-то Типа Типа того Наверное, как-то типа того, друзья Ой, вот так вот Нормально Так, все Без пелорамы можно чувака убрать Чтобы он пошел строить церквушку Давайте посмотрим Блин, ну класс Какая же графика классная Все, смотрите Там куда-то уклон вниз идет Красиво Давайте, за работу За работу, мужички Так, у нас армия 16 человек уже Хотя, написано 12 А, это же, на это имеется ввиду Не армия, это имеется ввиду Предметы, так скажем 8 копьев 8 щитов Осталось, потому что остальные Уже у нас Вот, это сколько всего Видите? Вот это вот Сколько всего А вот это сколько Так скажем Избыточные товары Это лишние товары Которые пока что Нигде не используются Вот так вот Да, если вдруг кто не знал То это вот так вот работает Сюда еще одну семью Надо довезти Будет нормально Ну, как довезти Если она приедет Просто жить сюда Да, надо будет подумать Нам надо будет Что-то добывать Жестко Камень Здесь 100 камней Всего это не так много То есть камень нам Скорее всего пригодится А вот железо, кстати Можно будет реально Добывать и продавать Вот, вот что-что Но железо Я думаю Что мы сможем Прям на железе Озолотиться Железо нам Прям пригодится Вот Нам нужна еще одна семья Чтоб приехала И тогда уже Я думаю Можно построить Железно добывающее Вот это вот Предприятие Добывать железо И балдеть Просто балдеть Продавая его Потому что его там Очень много И это будет Прям очень хорошо Это будет Очень хорошо О! Все Приехала еще одна семья Вот в этот Дом Отлично Давайте уже Можно смотреть Вот так, кстати Приоритет строительства Повышать Родные Так, у нас уже 20 человек Было 10 Стало 20 Приятно Приятно 21 даже Отлично Отлично Все приезжают в Турбоград Потому что они знают Что это лучший город Лучший город Лучший город Жалко, что вот, кстати Нельзя вот так вот приближать Смотреть, что тут строят Твои, так скажем Ну, не знаю Оппоненты Что-то нельзя этого делать Из-за как это работает Вот А я так понимаю А, подождите Оппоненты Вот, да Ну, у них вроде тоже Ничего не строится Я так понимаю Вот это пустые земли, да А вот это оппоненты Или нет Напишите в комментариях Ребята, кто шарит Не очень понятно То есть тут как бы Желтые Здесь как бы белые Можно будет Видеть Потом обидеть своим За счет влияния Либо за счет благосклонности Короля У меня нет Ни хрена Но мне сейчас Кстати, влияние дадут По-моему За то, что я построю Церквушку Вроде бы там 250 влияния Должны будут дать Нет Видимо, когда улучшаешь ее А может нет Блин Можно еще, кстати, выбрать Вот это мне нравится Звук колокола Так, ну, будет Здесь работает кто-то Все, смотрите Здесь сразу заполнилось Уровень духовности Остался выбор ткани на рынке Когда будет выбор ткани на рынке Тогда, соответственно Можно будет прокачивать Второй уровень Выбор тканей на рынке Это очень полезная штука Вот, кстати, у нас есть Дикие звери В целом можно Вот здесь вот будет Построить тогда Наверное Давайте сделаем Соответственно Вот Лагерь охотников Они и мясо добывают И шкуры Из шкур потом Можно будет делать Как бы ткани Давайте как-то Вот здесь поставим Так Дорога Вот так вот Оп Хорошо И можно Блин, я бы поставил Что нужно Чтобы нам построить Соответственно Добычу Железа Одно А, ну, вообще легко Вообще не проблема, друзья Проблема не Проблема не испытывается Блин, надо как-то Вот так типа сделать Я думаю Все нормально Нормально Одна семья пока На работе На стройке Но ничего страшного Ничего страшного Вот, будем добывать Мясо Будем добывать Шкуры Потом можно будет Построить типа Который будет Из этих шкур Делать, соответственно Кожу Потом из этой кожи Во-первых Они, по-моему, сами Ее тоже будут покупать Если не ошибаюсь Но потом из этой кожи Можно будет Вот сделать пристройку Сейчас вам покажу Пристройку Вот Сапожная мастерская И там мужик будет Сапоги просто Просто только Тупо в путь делать Да И это будет балдеж Это будет балдеж Ходит, покупает Водичку набирает Ну, блин, балдеж Реально просто Деревенская житуха Деревенская житуха Блин, ну классно Классно Здесь тоже классно Так выглядит Типа Оп Просто идем Круто Так, карьер построили А, ну, правило в том Что у нас, блин, людей Уже не хватает Для всех работ Так скажем Я думаю Доски мне в целом Больше не нужны Мы досок напилили В целом Давайте оставим Так как есть Пусть пойдет на карьер Этот тип поработает Железо подобывает Замечен лагерь разбойников Где это Это вообще далеко Нас это не интересует Так, ну и Охотничья квота Это, я так понимаю Б-б-б Когда популяция будет Десять либо меньше То, типа Он перестает охотиться Вот где-то Зверьки должны быть Вот они Ой Оленята Блин, а тут прикольно, да? Интересно, я их распугаю Что это было у видео? Разбойники В смысле Куда я тебя навел? Непонятно, ладно Непонятно Так, ну все У нас все заняты А, так подождите Мы же можем еще Немножко расшириться Только я вот думаю Вот с этого Можно с этой стороны Еще дома поставить Так скажем На будущее Древесина у нас имеется Так 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 Тоже давайте попробуем О Так вот с расширением Балдеж Пять домов аж сюда влезает Охренеть Все Заработала Заработала, друзья Нормально, нормально Красиво, красиво А, блин Некому работать Ее перенетят Это ошибка Конечно Да Нужно кого-то Кого-то Давай со склада Ты посидишь Кстати, можно склад Тоже будет улучшить Но пока нам вроде хватает Пока нам хватает Так, топливо Девять месяцев Еда 21 месяц Пока проблем В этой сфере Не испытываем Потом еще можно будет Древесную вот эту печь Поставить Которая из дров Делает уголь Уголь типа В два раза эффективней По-моему Уголь в два раза эффективней Сейчас пять домов построим Будет вообще хорошо Я думаю, что можно Пока тогда Дом-дровосек Блин, он продает Там что-то Вот если он не будет продавать То, по-моему Не очень хорошо Не до конца Пониму, как это работает Эта семья владеет лариком Если снять назначение Их мест на рынке Должен будет занять Кто-нибудь другой А вот кто Непонятно Как это работает Из амбара Или из склада ХЗ ХЗ А вот что делают люди Которые работают в церкви Интересно А, работники становятся Могильщиками То есть в целом Здесь можно вообще Не работать Я так понимаю, да От этого ничего нет Да, да, да То есть Там только Если кого-то похоронить надо То есть Можно никого-то не ставить Балдеж, балдеж Так, хозяйство Сейчас люди должны Сразу приехать У нас сейчас семь семей Должно Должно сразу быть больше Восемь В смысле Что Где-то Ну, вы понимаете Короче Пока что Семь семей Как быстро Строим Кстати Быстро Приятненько Во Новая семья Сюда Класс Класс Давайте сразу Допустим Доски делать Пусть делать Доски идут 6-7 8 семей У нас И 12 домов Кто там звонит Лампу звонит Пусть звонит Надо подумать Что мы можем Еще Давайте подумаем Колодец Нам не надо Рынок У нас имеется Корчва Мы пока Не готовы К этому Карьер Что там По железу У нас Где-то Она тут Железная Руда Блин Причем Можно Знаете Что Можно продавать Железную Руду Но если Еще Поставить Чела Который Делает Железные Заготовки А потом Железные Заготовки Еще инструменты Я думаю Что это Прям вообще Хорошо Будет Давайте Попробуем Хотя бы Заготовки Попродавать Я думаю Можно Где-то Поставить Наверное Вот здесь Чтобы Недалеко Оп Вот здесь Такое Городообразующее Предприятие Назовем Вот так Дорогообразующее Ну вы помните Должно Должно Быть Хорошо Я думаю Должно Быть Неплохо Так Можно Какому-нибудь Хозяйству Дать В целом Вот этот Пусть Чел Допустим Можно Потратиться Немножечко А Подождите Пристройку Нельзя Сделать Видимо Там Не подумал Ой А нет Подождите Я все Я все Подумал Вот здесь Должна Быть Пристройка Сбоку Уже Нет Расшир А Здесь Такая Пристройка Здесь Можно Расширить Жила Вот здесь Можно Выбрать Вот Давайте Курятник Поставим Пусть Курить Дел Это Здесь Давайте Расширим Жилое Пространство Чтобы Здесь Больше Семей Жила То есть Будет Такая Небольшая У них Так Скажем Таунхаус Типа того Общежитие Нормально Нормально Турбо Ограть Только Свистни Он Появится Блин Разбойники Что-то Тыр Да как А как А как От этого Блин Сбавится Это у нас Тырят Ну да Это у нас Дождите Ну Как бы Я так понимаю Как будто бы Это у нас Тырит Ну как Я их даже Не видел На карте Что за Бред Ну ладно Ну ладно О блин Осень Смотрите Красиво Да какая Золотая Осень Не дрите И колотить Что по Камням У нас Резная Руда Работает Так Здесь Построили Давайте На работу За работу За работу Как Будем Заготовочки Делать Все Давай Сюда Бенс Все Необходимо Спон запас топлива Но они же Сами это делают Правильно Да Здесь можно Видимо настроить Чтобы всегда Был какой-то Запас топлива На будущее Так Все Работает Да Несет груз Ну-ка Давайте посмотрим Он несет Понес Так Я не буду делать Заготовки Да Ну нормально Нормально И я думаю Что можно тогда Сразу построить Где-нибудь Вот здесь Вот Да Вот на этом Перекрестке Торговый пункт Торговый пункт Фактория Называется Торговля С валенными купцами Бла-бла-бла Вот где-нибудь Прямо Да Вот здесь Вот поставить Опа Все Красотишка Красота Тритатишка Тритата Нормально Нормально Друзья Нормально Пигачим Здесь Факторию Пушки работают На работе С кайфом Блин Еды уже на 20 месяцев Ну слушайте Вот это была Очень полезная штука То что ягоды Во-первых У нас тут дохрена ягод И то что их будет Зимой правда Их добывать нельзя Но я думаю Что этой еды Нам хватит на зиму Без проблем О видите Пристроечка появилась То есть здесь Теперь может Две семьи жить Это тоже прикольно То есть Ну У второй семьи Ко-это Поменьше там места Мягко говоря Мягко говоря Человек там появился Не знаю Родился Не родился Но люди там появляются Явно Так Лагерь охотников Вместо Надо Поставить кого-то На склад Все таки Чтобы бегал Вот работник склада Что делает Собирает Складирует И распространяет Продукцию Посредством Ну да Давайте поставим Человека здесь Пусть работает Пусть работает Работяшка Работяшка Так Здесь Фактория Тоже на На строительстве Я думаю В целом Раз у нас До хрена Железо Да Потенциально Потенциально Его до хрена То можно Сейчас будет Его продавать Да И получать Деньги За это Некислый Некислый Кэш Надеюсь Нам будут Давать И потом Уже Сможем Этим Кэшем Распоряжаться Как хотим Сможем Закупать Что-то Для наших Людей Например Да Там Какой-нибудь Эль Чтобы самому Его не производить Чтобы они Тусили В коршме И так далее Так что Нужно Для прокачки Здания Ткани Ткани Можно будет Ткани Позакупать Кстати О Видите Там Кстати Смотрите Курочки Видите Прикольно Прикольно В этом плане Прикольно Выглядит Так Окей Что там Достроили Все еще Строится Если Я здесь Встану Ой Блин Ну Е-мое Ну Прикид Да У меня Прикольный Такой Солидный Правда Я не похож На себя На картинке Зайти я не могу Да Жалко Ну Кстати Далеко Айти отсюда Смотрите Да Если так Бежать Но Блин Но Все равно Какой графон Я так Кайфую Друзья Это Просто Балдеж Это Просто Лучшее Блин Вот Что я Видел Вот Среди Таких Игр Это Вообще Охрененно Он Несут Что-то Смешно Бегают Если Идут Нормально Так Все Да Давайте Посмотрим Что у нас Есть Торговля Так Камень Ну У нас Этого Досок Камни Нету Материал Нет Это Вот Это Нет Все Таки Должен Материал Вот Железные Заготовки Экспортная Цена 14 То есть Мы Можем Продавать Экспортная 4 То есть Мы Каждую Заготовку Можем Продавать За 4 А Железная Руда За 3 А Сколько Железной Руды Требуется Для Одной Заготовки Ну Ка Если Одна То Тогда Нормально Как Понять Проплавляет Железную Руду На Заготовки Ну Видимо Одна К Одному Ну Да Давайте Продавать Заготовки Нам не Понадобятся Одна Строит Туда Сюда Человека Торговля Нажимаем Вот сюда Нажимаем Вывозить И тут Выбираем Сколько Должно У нас Оставаться Но Ноль Вообще Вот То есть Он будет До того Как у нас Будет Ноль Он будет Их продавать Вот Можем Кстати Учредить Торговый Путь Чтобы Это Постоянно К нам Приезжали Я думаю Что Можно Потратиться На Это У нас Тогда Будет Постоянный Торговец За этими Товарами Приезжать А есть Тут Еще Такие Штуки Крупные Торговые Сделать То есть Там Нужно Во-первых И дороже Это Стоит И Но Обязательно Нужно Учреждать Торговый Путь То есть Так Мы Могли Торговать Не Учреждай Торговый Путь Но Тогда Там Типа Ну Не Так Постоянно Мы Приходили Покупатели Так Ничего Нет На Хранение Сейчас Должны Привезти Да Несет Груз Видите Заготавливает Товары На Продажу Сейчас Со мной Будут Здесь Храниться И Будут Продаваться Мне Кажется Нормально Так Бенз 10 Можно Заказать Новую Лошадь Чтобы Лошадь Тоже Здесь Была Можно Назначить Скот Чтобы Постоянно Скот Здесь Был Видите Опа Плюс Бабки Друзья Плюс Бабки Только Что Заработал Просто Только Что Блин Заработал Балдеж Так Ну все Короче Производство Налажено Отсюда Сюда Отсюда На продажу Как говорится Все Мы Крупная Так Скажем Промышленная Экспортная Держава Хе-хе Так Я не понял Че люди не заезжают сюда О Блин Только сказал Сразу приехали пацаны Красавчики Красавчики Так Че нам надо Я думаю Что можно У нас много Руды Но мало заготовок Я думаю Что сюда можно Еще человека Посадить Пусть работают Пусть работают На продажу Друзья На сегодня Я думаю Что на этой ноте Мы будем заканчивать Да Потому что Времени так много Как хотелось бы Я хотел записать На час с хреном Но не получится Ну 40 минут Я думаю Что тоже достойно Напишите в комментариях Понравилась ли вам эта игра Потому что мне она очень нравится Я хочу продолжать ее играть Чтобы вы вместе со мной Следили за Так скажем Турбоградом Да Это будет прикольно Я надеюсь Что мы разрастемся Главное будет подготовить армию Сколько у нас В армии уже человек 20 из 36 Нормально А О Да Все У нас 20 Это сейчас Наш максимум Можно будет еще оружие Закупить Кстати Нанять наемников И потому что Я когда играл Сразу Заспойлер Там у меня было Человек тоже 20 армия На меня напало Где-то 60 разбойников И все Нахрен мне сожгли Я проиграл Ну как Не проиграл Я просто бросил Играй Короче На этой ноте Будем с вами прощаться Ставьте лайки Если вам понравилась Эта игра Пишите комментарии Подписывайтесь на канал Если вы еще не подписаны Вот Всем удачи